В реальных условиях действие сил сопротивления среды на движущуюся материальную точку вызывает постепенное затухание колебаний. К силам сопротивления относятся силы сопротивления воздуха и жидкости, внутренние трения в материале колеблющегося тела, трения между поверхностями скольжения. Рассмотрим случай, когда силы сопротивления среды пропорциональны первой степени скорости. Пусть на материальную точку, отклонённую от положения статического равновесия, кроме сил тяжести P, у круга S, действует сила сопротивления среды R. В этом случае дифференциальное уравнение движения точки имеет силу. Если обозначить отношение μ к N через 2N, C к N через K в квадрате, то получим уравнение. При интегрировании этого уравнения могут возникнуть три случая. Первый случай, который возникает при n меньше k. В этом случае общее решение дифференциального уравнения имеет вид. Имеет место затухающие колебания. Множитель E в степени минус Nt указывает на то, что амплитуда колебаний в течение времени уменьшается. График затухающих колебаний заключён между двумя симметричными относительно ОТИ-абсциск кривыми выраженными уравнениями. Частота затухающих колебаний k со звёздочкой равна корню квадратному из k в квадрате минус N в квадрате. Период затухающих колебаний T со звёздочкой больше периода свободных колебаний. Отклонение материальных точек от положения статического равновесия, взятые по модулю, выставляет убывающую геометрическую прогрессию со знаменателем Q, который называют декрементом затухающих колебаний. Натуральный логарифм Q — логарифмическим декрементом. Рассмотрим движение тела, способного перемещаться вдоль негладкой горизонтальной плоскости и возвращаемого из положения равновесия кружинами АВ и А'В'. При движении тела в горизонтальном направлении вдоль оси ОХ к нему будут приложены реакции пружины F, проекция которой на ось ОХ равна минус СХ, и сила трения F трения равная произведению FQ, где F — коэффициент трения, Q — нормальная реакция плоскости. Эта сила всегда направлена в противоположную скорость. Дифференциальное уравнение движения имеет вид, где K в квадрате равно отношению CG Q. Интеграл этого уравнения, удовлетворяющий начальным условием, имеет вид. Максимальные по абсолютной величине последовательные отклонения от положения равновесия Х нулевое, Х один и так далее, а соответствующие им моменты остановок тела Т нулевое, Т один и так далее. Каждое последующее отклонение по абсолютной величине на 2FG, деленное на K в квадрате, меньше предыдущего. Промежуток времени между моментами двух остановок по одну сторону от положения равновесия равен периоду колебаний при отсутствии силы трения, то есть 2FG, деленное на K в квадрате за полупериод. Поэтому при некотором N, ХN по абсолютной величине должно стать меньше F1G, деленное на K в квадрате, и в соответствующий момент времени ТН движение приостановится, так как реакция пружин окажется меньше, чем сила трения покоя. Поэтому рассматриваемые колебания называются останавливающими. Построим график движения и следующих условиях. Т равно 2 секунды, Х нулевое равно 4,6 сантиметра, F равно 0,05, F1 равно 0,07.